Я с удовольствием представляю нашего следующего гостя. С нами на связи бывший редактор «Коммерсант UK» британской версии российского делового ежедневника «Коммерсант» Виктор Балагады. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, Алена, и поздравляю вас с «Серебряной кнопкой». Это великолепное достижение. Я смотрю, вы сегодня также, соответственно, дню и одеты. Очень красиво и празднично. Спасибо большое. Мы действительно всей редакции над этим очень стараемся. Но тут самое главное, Виктор, абсолютно не в качестве комплимента и могу сказать, что самый главный залог успеха – это еще и наши гости. Потому что если эти комментарии интересны, близки людям, то только тогда они выбирают и смотрят именно этот канал. Поэтому мы с таким удовольствием всегда вас приглашаем в гости. Виктор, я хотела бы, чтобы вы пояснили, что происходит в Москве. Мы сейчас покажем кадры снятые. Там появилась такая условная… Покажем чуть позже, но, тем не менее, появилась условно-социальная реклама. На билбордах показывают, как собирать тревожный чемоданчик. Для нас, украинцев, это абсолютно, знаете, то, что называется обыденная вещь. Мы, кстати, их уже успели 10 раз разобрать и вернуться домой. Но, тем не менее, в Москве мы же понимаем, что войны нет. Москву не засыпают ракетами, но у них есть вот такая реклама. Давайте ее увидим и прокомментируем. Редактор субтитров А.Семкин А теперь, Виктор, внимание, вопрос. Зачем москвичам знать? Зачем информация? Зачем схема того, как собирать тревожный чемоданчик? Куда, от кого и зачем они собираются убегать? Что случилось, хочется спросить. Вот так даже. Ну, мне кажется, что это событие одной длинной цепи, которую мы наблюдаем в России. Правительство пытается просто рассказать своему населению, что они теперь уже живут не в мирное время, а они живут в военное время. То есть в обществе просто нагнетается тематика той войны, которую до сих пор не хватает смелости правительству называть войной. И специально, мне кажется, нагнетается в население нервозность. Нервозность в том, что вот мы воюем против, тем более, что нужно учитывать, что в России говорят, что якобы Россия воюет не против Украины, а воюет против НАТО именно. И здесь просто, мне кажется, вот эта вот часть этой большой длинной кампании, когда правительство пытается населению рассказать, что уже в мирное время осталось позади, и завтра будет война, как в известном советском фильме говорится. Так что вот этот тревожный чемоданчик советское и российское общество готово, вернее, знакомо с тревожными чемоданчиками, мы знаем, еще в 30-х годах прошлого века. И, конечно же, очень грустно, что то, что было сто лет тому назад, когда у многих интеллигентских семьях Москвы, Санкт-Петербурга и других больших городов Советского Союза всегда возле двери стоял небольшой чемодан, потому что в любой момент ночи могли постучать разные водители хлебовозов, которые заезжали в московские дворики, ввести главу семьи в застенки Лубянки. И потом семья его уже никогда не увидела. И там туда складывали разную зубную пасту, разные шарфы, носки и так далее и тому подобное. В общем, это все очень страшно. Это на самом деле все очень страшно. Может быть, сейчас это все выглядит довольно-таки ярко на больших современных билбордах. Но если посмотреть вообще, то это, конечно же, нагнетается вот такое военизированное настроение о том, что мы находимся под угрозой, что типа враг не дремлет. На крышах Москвы, мы знаем, стоят разные противовоздушные пулеметы или какие-то различные вооружения. И здесь постепенно, как это очень часто и грамотно делается российской пропагандистской машиной, очень постепенно приводится российское общество в эти рамки новой нормальности. Новая нормальность заключается в том, что страна находится под угрозой. Якобы под угрозой. Да, Виктор, ну позвольте, я уточню. Тут очень интересная получается ситуация. Знаете, наверное, военный преступник Владимир Путин сейчас немножко в Волочковском шпагате. Потому что, насколько я помню, все всегда говорили, что есть некий неофициальный договор о том, что российское общество не вмешивается в политику. И тогда никто не трогает российское общество. Путин правит сам, правит как хочет. И все хорошо. Все богатеют, нефть течет, газ добываются. И, в общем, есть некая стабильность. Именно поэтому было принято решение объявить о частичной мобилизации. Что нет, нет, не каждый россиянин. Вы что, только вот совсем чуть-чуть мы заберем. А все остальное у нас благополучие. Вот мы видим эти концерты, корпоративы, шампанское в Москве, салоны, кафе. В общем, все работает. А здесь оказывается, что происходит вот это нагнетание. И тогда есть, мне так кажется, со временем риск, что российское общество скажет, подождите, так мы же тебе дали править 23 года. Ты же нам обещал, что войны не будет, что мы будем богатеть. А теперь мы только умираем и собираем тревожный чемоданчик. Мне очень нравится версия с тем, чтобы собирать его и действительно идти в какие-то застенки лубянки. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это, скорее всего, действительно отсылка к войне. Как же тогда этот договор? Все его деанонсировали, как и все договора, условно, с Украиной? Да, конечно, мне кажется, это стадия Путина, когда действовал этот договор, что российские представители, яркие представители российского общества больше не вмешиваются в политику Кремля. И Кремль позволяет им богатеть. Он давно уже закончился. Ну и точно он закончился, конечно же, 24 февраля 2022 года. Начался он, наверное, где-то в 2004-2003 году с арестом Ходорковского, когда был послан яркий пример всей российской олигархии не вмешиваться в политические инновации молодого путинского режима. И он действовал довольно-таки нормально, и Россия на самом деле зарабатывала. Но мы как поняли, что эмоции, к сожалению, преувалировали сознание Владимира Путина над рациональностью, а именно с такими лозунгами он пришел к власти. Он всегда говорил именно в начале своего правления, что это будет рациональное правление, и что дух закона будет витать над страной, и никакие заносы, и никакие откаты не будут ни в коем случае править всей экономикой. Но, как мы поняли, этого он хотел, а получилось, как бы, как по словам известного российского премьер-министра Черномырдина, хотели как лучше, получилось как всегда. И вот Владимир Владимирович, к сожалению, пошел по той же самой стопе, по той же самой тропе. И оказалось так, что к 22-му году это было уже явно всем, не только россиянам, либеральной оппозиции или политикам близлежащих стран, но и всему миру стало понятно, что эмоциональные хотелки Владимира Путина, к сожалению, победили ту экономическую рациональность, которую российское общество получало хотя бы от торговли газом и нефтью. То есть буквально за один день разрушить 70-летнюю стратегию сначала Советского Союза, а потом России в поставке энергоресурсов в Западную Европу. А это, как мы знаем, началось в 60-х годах строительство всех этих трубопроводов без наличия какого-то альтернативного пути. Не будем говорить о Китае, потому что вся эта сила Сибири, которая строится, она, во-первых, строится за чужие деньги, а во-вторых, она еще не построена полностью. А в-третьих, китайцы, конечно же, дают совсем не ту цену, которую дают европейцы. То есть разрушить тот источник доходов для всей нации, который строился на протяжении трех поколений за один день. Ну, мы увидели всю неадекватность политики Путина. То есть она стала явно для всех, а не только для тех людей, которые внимательно за этим следили. А тревожный чемоданчик, конечно же, речь идет не о тюрьме, а речь идет о том, что вам придется, может быть, в один прекрасный момент собрать этот чемоданчик и уехать куда-нибудь в сторону Иваново или там за Уральские горы, потому что на Москву вдруг обрушится несколько сот военизированных дронов, потому что цель этих дронов будет, конечно же, военные объекты, а не эти дикие цели, которые ставит перед собой Министерство обороны России, когда бомбит украинские города и намеренно бомбит именно гражданские объекты. Так что, но, как мы знаем, рядом с разными министерствами обороны или разными генеральными штабами есть жилые кварталы в Москве, и, может быть, из-за этого здесь и рассказывается об этом чемоданчике. Но, опять-таки, мне кажется, здесь нет той необходимости рассказывать москвичам, что нужно положить в ваш чемоданчик. Здесь есть именно цель в том, чтобы посеять вот это вот напряжение в обществе и как бы с надеждой российских пропагандистов, что это якобы сплотит то самое общество. Но многие новости как раз говорят нам о том, что общество совсем далеко от этой сплоченности. Да, давайте скажем или подскажем россиянам, что вместо того, чтобы паковать миллионы тревожных чемоданчиков, можно спаковать один, и в частности для военного преступника Путина, и на этом все закончится. Мы, кстати, в свое время, в 2004 году, когда решение нашего, прости господи, лидера, ставили под вопрос будущее нашей страны, именно так и сделали. Снесли, о чем не жалеем. Поэтому в России крайне важно, чтобы как можно больше россиян помнило, что не может в многомиллионной стране править один человек и свои интересы ставить выше всей страны. Тем не менее, Госдума России собирается запретить деятельность Международного уголовного суда на территории Российской Федерации. Мне кажется, что мы, Виктор, близки к тому, что скоро, если им не понравится, и законы гравитации они тоже будут запрещать. С таким решением выступил глава парламента России Вячеслав Володин. Он заявил, что помимо запрета деятельности МУС, также нужно предусмотреть и ответственность за содействие и поддержку ведомства на территории России и организовать соглашения с дружественными странами об отказе от сотрудничества. Это, конечно, самая интересная часть. Предусмотреть ответственность за содействие и поддержку ведомства. То есть, как будто бы, если, не дай бог, найдется какая-то группа россиян, не знаю, правозащитников, юристов, которые придут под белые рученьки забирать Путина через, не знаю, все эти 10-километровые линии его охраны, то вот против них будет тоже действовать определенный закон. Тем не менее, невозможно отменить международное право. Оно существует. Ты можешь принимать или не принимать. Ты можешь сказать, что ты согласен с этим решением или нет. Но для тебя уже, конечно, мир закрыт. Я здесь хочу вас, Виктор, спросить о настроениях. То есть, с одной стороны, мы увидели, что все сказали в России, так, пропагандисты, представители Министерства иностранных дел. Да нет, ну что вы, это ничего не означает. Нам вообще все равно, абсолютно. А потом череда заявлений. А потом не бензи, который говорит, мы вернем детей, мы уже готовы. Потом, значит, решение не признавать любые итоги Международного уголовного суда. Виктор, можно ли предположить, что все-таки, пытаясь сделать вид, что им все равно, они понимают последствия, понимают, и это только первый шаг, ведь дальше будет еще больше. Конечно же. Конечно, они понимают прекрасно все последствия из-за этого небезни и выступил в таком ключе. Здесь нужно отметить и саму, может быть, мудрость самого Международного уголовного суда, потому что, как бы, очевидно, основные, не знаю, но самые яркие, так, если их можно так назвать, претензии, которые можно выставлять в адрес российской армии или российского руководства, это по той бойне, которая была устроена под Киевом или в этих мелких населенных пунктах. И это шокировало, или потому, как поступили с городом Мариуполь, то есть известным старейшим городом на Украине. Но, тем не менее, взяли именно статью о перевозе этих детей. И здесь, мне кажется, как бы открыть, может быть, оставили маленькую узненкую щелочку как раз для российского руководства каким-то образом исправить все положение дел. Потому что, на самом деле, может быть, нельзя вернуть, к сожалению, ни жизни мариупольцев, ни жизни людей, которые жили там в Буче или в каких-то еще городах под Киевом. Но можно каким-то образом исправить вот эту ситуацию, когда тысячи детей были оторваны от своих семей и увезены за тысячи километров в российские семьи, которые целенаправленно пытаются давить на этих детей, чтобы они отказались от своей национальной и культурской принадлежности. Это, конечно, вопиющий случай. Но, тем не менее, случай, который можно каким-то образом исправить и вернуть их детей обратно. И, конечно же, может быть, международное общество или уголовный суд каким-то образом с надеждой, что все же Владимир Владимирович как-то образумится и вернет этих детей. Тем самым можно открыть переговоры по поводу отзыва вот этого ордера на арест. Возможно это, ну, я не знаю, у меня лично нет никаких надежд на какое-то благоразумие, которое бы могло остаться в головах российского руководства. Но, тем не менее, в Европе, наверное, такую надежду еще испытывают. Отменять Международный уголовный суд невозможно, как вы правильно, Алена, заметили, потому что это право существует, эта инстанция существует. Какие бы его указки, этот сумасшедший принтер, который называется Госдума, в Москве не выполнял, вернее, не выпускал, то все равно преследование, и преступник, вернее, не преступник, а подозреваемый у нас налицо. И здесь, конечно же, первое, что вспоминается, что сразу буквально через несколько дней та же самая Армения, дружественная Армения, Россия вдруг приняла, решила стать членом этого римского статута. Так что даже страны СНГ сейчас для Владимира Путина являются странами посещения с очень высоким риском, и это правильно. И просто единственное, что, конечно же, все население Земли нашей надеется, что страх, который посеян в его голове, никаким образом не отразится на благополучии всей планеты. Виктор, еще одна новость. Всегда хочется обсуждать что-то очень глобальное, очень важное, но потом открываешь новости Российской Федерации, думаешь, господи, как такое может быть? Я просто предполагаю, что вы живете в одной из самых развитых стран мира, где технологии сейчас преобладают, взгляд в будущее и так далее. Вряд ли, в принципе, можно представить, что были, например, жители Америки, Европы или Украины. Мы не ностальгируем за прошлое, мы хотим в будущее. В России хотят переименовать Волгоград в Сталинград. Ну, то есть, просто за пределами добра и зла новость. Мы помним, что когда были некие события, посвященные историческим фактам вокруг Волгограда или Сталинграда, его на сутки уже переименовывали. И тогда я помню, что жители этого города как раз говорили, что зачем мы этого не хотим. Но вот у Путина есть такая, не знаю, такая жажда вернуться в этот Советский Союз. Я не знаю, может быть, он мнит себя Сталином. Возможно, он все еще живет в парадигме, что победителей не судят. Именно поэтому он так отчаянно пытается довести эту войну до какого-то финала, веря, что там его будет ждать победа. И что не будет иметь значения, что он наделал. Просто вот все будет как есть. Понимаете ли вы, зачем в 21 веке, когда мы говорим и мечтаем о том, чтобы, не знаю, колонизировать другие планеты, полеты на Луну. Когда мы говорим о том, что органы можно печатать на 3D-принтере. Машины Тесла, которые выглядят как космический аппарат, появляется Сталинград. Что это такое и где здесь место какому-то взгляду современных россиян? Мы же тоже понимаем, что у них тоже есть социальные сети. Тикток, Инстаграм. Они видят и путешествовали, да, молодежь очень многое знает, что происходит на Западе. Им предлагают вернуться в Сталинград. Чтобы что? Они хотят Сталинградской битвы? Ну вот, к сожалению, места для мнения свободных россиян в России вообще не осталось. Если мы даже возвращаемся к нашему прошлому вопросу по поводу законности Международного уголовного суда на территории России, здесь же еще речь идет о том, что теперь любой пост в социальных сетях от россиян, которые напишут о том, что Владимир Путин является уголовным преступником, по мнению Международного суда, будет караться правоохранительной системой России. Потому что в самом законе сказано, что поддержка любых актов Международного уголовного суда будет теперь преследоваться по уголовному законодательству. То есть вы даже не сможете подтвердить или выразить, или просто повторить то, что сказал Международный уголовный суд в российских социальных сетях. То есть здесь поле свободы для россиян с каждым днем и с каждым вот такой новостью все становится все хуже и хуже. И возвращаясь к Сталинграду, то да, к сожалению, ореол этого кровавого преступника, по-другому назвать нельзя Сталина, он обувширствляется в голове Владимира Путина. И мы это видим в несчисленных примерах. И не только Путина, но и его окружение. То есть одна из последних новостей о том, как Дмитрий Медведев при встрече с российскими промышленниками цитировал какой-то указ, которому 7 лет, и телеграмму Сталина, которую он посылал директорам заводов в 40-е годы, и о том, что если они не выполняют какой-то план, спущенный сверху, то единственное, что они могут надеяться, это на расстрел. И Медведев, который повторяет и говорит, сами понимаете, что с вами будет, зачитав эту телеграмму. Ну, я не знаю, вы правильно сказали. Весь мир и все оптимистические люди, люди с оптимизмом всегда смотрят вперед и думают, как у них будет завтра. А эти товарищи почему-то читают историю, притом своим извращенным умом, понимая эту историю, и пытаются применять эти инструменты в современном мире, что является залогом полного провала, конечно же. Так же, как Сталин построил всю советскую экономику на безневольном труде, взяв сотни тысяч заключенных ГУЛАГа и послав их на разные стройки, так же и нынешнее кремлевское правительство берет заключенных и отправляет их на фронт. То есть это практически под копирку совершенные действия из далекой истории, но, как мы знаем, история всегда повторяется в фарсе. И насколько неизвращенная была политика Сталина, но там была под ней хотя бы какая-то идеология и вера во что-то. А здесь веры никакой и просто полное копирование. И все это, конечно же, выглядело бы очень смешно, если бы это не было так трагично. Но, с другой стороны, Виктор, мы можем с вами собрать некий пазл. То есть здесь у нас история со Сталинградом, и больше не смешно, когда появляются новости о танках Т-50, Т-65 в выпуске 40-50-х годов прошлого века. Ну и, конечно же, Т-34, который, судя по всему, следующий на подходе. Вот как раз-таки эта история действительно той истории. Но интересно, что Путин, глядя в зеркало, не видит, что там отражение как раз не Сталина и Гитлера. Поэтому и финал его будет совершенно другой. Но и есть у нас как раз отголоски тех военных преступников, которые, к несчастью, попали в руки сегодняшнему кремлевскому режиму и воюют, и умирают, и у них отбирают будущее. Тувинские солдаты жалуются, что их заперли в подвале без еды и воды. Их же командование. Хочется спросить, а что вы ожидали, ждут Монако. Зачем их там закрыли, непонятно. Но говорят, что телефоны пришлось проносить тайком, потому что обещали их отобрать. Видимо, боясь распространения подобных видео. Из Вагнера вып... Да, это у нас... Подобных роликов. Ну и также сообщается, что находятся они в оккупированных пологах Запорожской области. Давайте услышим, как они жалуются. Виктор, ради бога просите мой циничный комментарий. Но это же вроде как братский народ был, который пришел нас освобождать. Я ни слова не поняла. Поэтому тут хочется спросить, куда они пришли на свои территории, исконно русские, и что собирались объединять или возвращать, как они говорят. Но это такое, лирические отступления. Тем не менее, таких видео достаточно много. Бросили, кинули, не можем уйти, потому что сзади заградут отряд, потому что будут стрелять в спины и так далее. Но ведь это, по сути, ничего не меняет. Правда? Ведь мы видели и заявления родственников, обращения жен, но и они никоим образом не сделали главного. Они не остановили войну. Они всегда говорят, просто улучшите немножко условия, чтобы наши близкие могли с комфортом умирать. Да, спасибо сыну за Калину, как говорят сейчас в России. Это, конечно, все очень плачевно. Я даже не знаю, с чего начать, но туинцы, конечно же, первое, на что обращаешь внимание в этом видео, что туинцы там говорят на своем языке. Конечно. Я плохо понимаю, вернее, плохо знаю туинскую культуру. Я так понимаю, что язык всего скорее тоже называется туинский. Но, тем не менее, на своем локальном языке они говорят. И это, конечно же, говорит о том огромном потенциале десинтеграции всей самой России. Когда здесь чувствуются сами туинцы, пытаются обратиться к своему собственному народу и, соответственно, себя дистанцируют от этого всего, от понятия россиянина. То есть они себя ощущают в первую очередь туинцами. Вся сама история, конечно, нам говорит о кризисе доверия в российской армии, когда командование полностью не доверяет своим подчиненным и запирает их под ключ в подвале и держит в подвале. Ну, это, к сожалению, вот об этом говорят очень много, но все это преподносится как бы в рамках таких бульварных скандалов о том, как Пригожин спорит с Шойгу, о том, как он жалуется на обеспечение Вагнера Министерством обороны. Но мы здесь видим о том, что все эти вооруженные российские силы, если на них посмотреть как на одно единое целое, они очень сильно фрагментированы. И эти маленькие частички этих вооруженных российских сил, они друг с другом постоянно соперничают и за военное обеспечение, и вообще за методы командования. Ну, вот это, конечно, вопиющий случай, когда солдат держат в подвале так же практически, как, к сожалению, держат украинских пленных в подвале без еды, без воды и даже без средств связи со своими родственниками. Я думаю, что военный дух и военный дух в этой армии должен быть просто на нуле после таких видео, после таких случаев. Так что здесь, конечно, это... Я считаю, что украинцы как раз должны радоваться, когда видят такое видео. Да, один из военнопленных как-то в комментарии, в интервью заявил, что в плену в Украине к нему относятся лучше, чем военное командование в армии. Это, конечно, было удивительно, но у меня нет никакого сомнения, что это правда. Виктор, тогда позвольте буквально на минутку, я вас еще спрошу. Мы видим череду этих сообщений, череду этих видео. Ясно, что они не тиражируются, не распространяются в России, но тем не менее. Сейчас известно, что помимо тех, кто уже мобилизирован, помимо тех, кто успел умереть, в России есть план еще мобилизовать 400 тысяч представителей мужского населения для того, чтобы сдержать украинское контрнаступление. Я не совсем уверена, что они успеют по срокам, даже если они не будут их готовить, просто переброска, элементарные вещи, все равно это время. Тем не менее, а есть шанс набрать еще, если мы так понимаем, что и в прошлом сентября были проблемы и набрали не наилучших из тех, кого, наверное, могли или хотели. Ну вот здесь в новостях говорилось, все время комментировалось, что якобы хотят набрать добровольцев. То есть просто объявить, объявить вот такой вот, анонсировать приезы набор в армию, и что якобы население и мужчины, мужчины, российские граждане придут и сами добровольно будут записываться в армию. О том, что они смогут набрать четыре сотни тысяч таких добровольцев, я очень сильно сомневаюсь. Конечно же, что-то будет, но это будет точно не в сотнях, а в десятках, если не единицах тысяч. Так что здесь, но в то же время мы знаем, что в некоторых вузах российских сейчас для того, чтобы получить диплом, нужно взять повестку в военкомат, иначе тебе не выдают диплом. То есть ставят тебя в такие условия, когда ты будешь обязательно явиться в военкомат, и нет, конечно же, никакой гарантии, что ты из этого военкомата выйдешь, гражданской одежды, во всяком случае. Но потенциал, во-первых, мне кажется, как минимум, для подготовки даже людей, которые уже проходили когда-то военную службу и имеют какой-то опыт, нужно как минимум два месяца для того, чтобы восстановить все навыки. И не забывайте, что здесь речь идет не только об индивидуальном обучении солдата, но здесь еще речь идет о слаженном взаимодействии различных частей армии, как артерии, пехоты, танков и так далее, авиации. И здесь 400 тысяч — это целая армия, и, соответственно, здесь нужно иметь как и трезвое командование, так и слаженность самих родов войск различных, так и на индивидуальном уровне к высокую подготовку самого бойца. Плюс мы не говорим об обеспечении этих солдат как вооружением, так и бытовыми вещами, одеждой и пайками. Так что российская экономика и российская промышленность, мне кажется, сейчас не находятся в том состоянии, когда они смогут взять и за два месяца подготовить 400 тысяч военных. Не знаю, может быть, они просто построят, знаете, такую стену, стену наступления, потому что мы знаем, что они очень любят мясные атаки, просто пускать своих военных в атаку без техники и без защиты. Может быть, ставка сделана именно на это. Увидим в перспективе и, конечно, подсчитаем всех и каждого, кто появится здесь на украинских фронтах. Я же, в свою очередь, Виктор, благодарю вас за то, что вы появились в нашем эфире. Спасибо большое за ваше участие. Друзья, Виктор Благады, бывший редактор «Коммерсанты UK», британской версии российского делового ежедневника «Коммерсант» был нашим гостем.